Короче, показываю сегодня свои трусы. Я знаю, у меня мужики смотрят, мужикам нравится, когда я трусы показываю. Или что-нибудь такое, либо они голые сижу снимаю. Да ладно, на самом деле видео не для мужиков, хотя у меня сейчас вот в последнее время прибавилось очень много подписчиков мужиков. Видео, наверное, для женщин. Дело всё в том, что я тут на Wildberries закупила труселей. Вот, почему закупила? Потому что скидка была 50% практически. А обычно они дороже, вот. Я, короче, всегда покупаю уже, наверное, уже года три трусы одной и той же фирмы, Долиса. Стринги. Вот я купила таких несколько синих и несколько таких красных купила. Вот, вот такие вот. Это у них очень удобные трусы. Но не только стринги, да. Я почему покупаю стринги? Я знаю, что стринги, они как бы вредны тем, что они инфекцию там переносят, да. Но дело в том, что для занятий спортом, фитнесом, для такой активной жизни, блин, удобнее всё-таки в стрингах. У меня и обычные как бы трусы есть, но вот эта фирма, Долиса, мне она очень нравится. У них качественное бельё, качественное. Ну, цена такая доступная. Честно скажу, я не заморачиваюсь на бельё. Я вообще раньше покупала трусы, ходила в какие-нибудь там типа смешные цены. Там стринги покупала, рублей по 30. Но сейчас, наверное, уже не по 30 они стоят. А потом как-то я вот думала, куплю-ка на Wildberries такие вот, да. Они такие скромненькие, да. Вот вот тесёмочка, качественная всё, ткань мягкая, вот. Ещё попробовала, купила, да. Ну, вот эти все трусы по 134 рубля, что ли, каждые стринги. А так у них цена 250, что ли. Для меня это дорого, 250 рублей за такие труселя. Ну, ребят, ну что треугольник, да. 130 ещё ладно, куда не шло. Короче, решила сделать маникюр. Сейчас буду вам рассказывать про то, как мне первый муж изменил. Ну, вообще про измены, там интересная история. Вот, это у меня лимончик с гладией копил. Постоянно ощелачиваюсь. Блин, кошка жрать пришла. Сейчас будут звуком своим мешать, зараза. Сама себе делаю маникюр. Хочу купить себе для гель-лака. Короче говоря, чтобы себе гель-лак делать. Вот, блин, так нравится мне пить это. Ой, хорошо, приятно. В общем, вот как вы считаете, вот, стоит ли прощать мужа, который изменил, и стоит ли вообще, в принципе, это всё узнавать? Вот, если чувствую, да, жена, что муж изменяет, да, стоит ли вообще всё это лезть, да, и стоит ли прощать? Вот, я как бы встречала таких женщин, которые мужья там изменяют, и они, и они всё нормально, вот, да. Короче, мне же первый мой муж тоже как бы изменил. Пока я там училась в колледже искусственных хореограф, пока там я работала весь день. Короче, мой муж работал в магазине бытовой техники. И он ещё фотографировал. Вот, он ещё халтурил, фотографировал свадьбы, и так чисто фотографировал людей. И, короче, он в своём магазине познакомился. Но я это вам рассказываю, это я вот как сейчас уже после всего там того, что, ну, я узнала, да, тогда я этого не знала в процессе. Это уже как бы результат развода. Короче, он там в магазине познакомился с девушкой. Нет, не в магазине, вру. Он как бы... Туда пришла девушка к своей сестре. Её сестра работала на кассе, кассирше, типа. Мой муж работал продавцовым консультантом, первый муж. А, значит, там работала девушка Тамара. Значит, их было две сестры Тамара и Рая, Сизовы. Вот, значит, Тамара работала на кассе, и к ней пришла, типа, как в гости на работу её сестра Рая, Сизова. Видимо, она там с моим первым мужем познакомилась как-то там в магазине. И, наверное, как я поняла, мой первый муж, он предложил ей пофоткаться, типа, что давай я тебя пофотографирую. Не знаю. И, в общем, они пошли... Я этого ничего не знала. Это я потом только поняла, да? Узнала. То есть они пошли твою какую-то фотосессию устроили. Там что-то в финском парке он её фоткал по-разному там. Они там списывались с ним. Значит, и он эти все переписки удалял. А как я вообще узнала? Дело всё в том, что мы тогда с ним в какой-то короткий период жили отдельно, потому что он купил там как бы жильё. Я не буду вдаваться в историю. Если кто хочет послушать этот огромный рассказ, сейчас выскочит подсказка. Значит, и он купил жильё, и там ничего не было, и он как бы ещё должен был делать ремонт. А я жила временно у мамы. И у меня был его компьютер. То есть как бы... И на этом компьютере был его браузер. То есть я пользовалась одним браузером, а он другим. И как-то раз, короче, я решила зайти в его браузер. И вообще как-то случайно. И тут я смотрю, что ему ВКонтакте пишет вот эта вот рая сизовая. И сообщения исчезают. Как бы он их удаляет, значит. То есть он их читает, там что-то она ему пишет. И я такой обрывки поняла, что, значит, что какая-то баба. Какая-то баба, что у них там какая-то интимная переписка. Ну так было понятно. Какой-то флирт. Ну ладно, потом, короче, я собрала манатки. Я уже чувствовала, что там что-то он там изменяет мне. У меня там были такие подарки. Я переехала побыстрее туда, к нему, в жилье. Вот, смотрю, он нифига не делает. Ремонт не делает, ничего не делает. Вот. Ну я ему типа говорю, что ты нифига не делаешь. И потом, короче, я и там начала на эти переписки с этой Раей и Сизовой натыкаться. Это все было в декабре месяце. Начало декабря. И, короче, говоря, я с ним разругалась и говорю, рассказывай, что за баба, что это за Рая. И он говорит, да, говорит, я с ней типа спал, вот, и типа я тебя не люблю, а вот я эту Раю люблю. Ну, вообще, ты дурак, представляете? Вот я, мужики, я вам даю совет, если вас жена застукивает, и если вы не дураки, вы вообще никогда так не говорите, что я тебя не люблю, а люблю какую-нибудь Раю. И вообще это Рая красивее тебя, там это еще там какая-то Брайя вообще белобрысая какая-то сучка. Ну ладно, не суть. Вот, короче. Ну и ладно, и там у меня истерика, и ля-ля-ля, тополя, туда-сюда. Я пытаюсь как-то там еще с ним сохранить отношения. Дура, дура, ребятки, не пытайтесь сохранять отношения. Значит, смотрите, я вам сейчас такую фишку скажу. Если вам мужик говорит, что я тебя не люблю, и я вообще там люблю кого-то другого, там и все, все, никаких истерик. Я понимаю, вам будет тяжело, но вот это надо себя как бы настроить вообще изначально, когда вы только с мужиками общаться начинаете, тем более замуж выходите. Надо над себе такую установку дать, что если тебе мужик говорит, что знаешь, я тебя не люблю, все, good bye, Вася. Если ты меня не любишь, значит и я тебя не люблю. Но у меня там фишка была другая, я первого мужа-то не любила, вот, и вообще, в принципе, у меня понятия о любви, они такие немножко своеобразные. Как бы если ты не любишь меня, то я тебя точно не люблю. А тогда у меня были еще невротические такие моменты, и у меня началась реальная истерика. Я пыталась сохранить брак, брак, там нечего было сохранять, господи, вообще муж никакущий был первый. Вот, короче, три недели мы с ним там жили, я ему что-то готовила, хотя я приходила поздно. И я ему там готовила, там, и что-то, короче, покупала какие-то сладости ему, карман клала, как ребенку. Идиотка, идиотка, надо было сказать, вали к своей рае, кобелина. Вот, ну, короче, ладно. И у него на работе, в его этом магазине в торговом центре, ну, не в торговом центре, а в магазин техники, у него намечался корпоратив. И тогда еще, это был 2013 год, конец 2013 года, еще можно было в интернете послать бесплатный смс, знаете, анонимно. И мне кто-то шлет смс-ку, типа, советую пойти на корпоратив. А мой первый муж, он меня не очень-то хотел брать на корпоратив, и, в принципе, это не особо так это было принято, чтобы с женами ходить на корпоратив. Ну, знаете, ну, ну, ладно, я ему говорю, ты знаешь, я пойду с тобой на корпоратив. И, честно сказать, я не скажу, что он прям очень сопротивлялся, ну, как бы, пойду и пойду. Ну, ладно, я там, знаете, я там нарядилась, купила себе сережки там. Вообще-то я тогда как-то особо, знаете, в такое отчаяние впала, начала тратить деньги. Я понимала, что я с ним будет не буду, видимо, и просто решила на себя уже, знаете, так это все потратить, что было. Купила сережки все красивые, помню, за пятнашку, знаете, в 2013 году сережки, за 15 тысяч, золотые там с камушками, это было, это было, ого-го, это сейчас 15 тысяч сережки, это фигня. Сейчас вот такие сережки стоили тысяч 50-60, я думаю, которые я тогда купила. Но, к сожалению, у меня потом, они у меня лежали в шкатулочке, представляете, они были очень красивые. И выпал камушек. И я пошла их возвращать, я их покупала в этом, в Алмазе, я не знаю, как это, Ювелирторг, по-моему, сейчас, который около суммы. И у меня их взяли там на экспертизу, мне потом вернули деньги, что типа это брак, камушек выпал. Так жалко было, что камушек выпал. Но я потом другие купила, я потом, кстати, вам в конце покажу, как я потом еще купила, ну, взамен тех, там тоже красивые. Тоже сейчас бы эти сережки, я тогда тоже за пятнашку их покупала, сейчас бы эти сережки, наверное, стоили тысяч 50-60. Ну, я вам потом покажу. Ну, ладно, и вот мы пришли на корпоратив, слушайте дальше. И, значит, на корпоративе мы так сидим, я сижу, ну, стол как бы такой длинный, да, я сижу, муж сидит первый, а напротив сидит его напарник, такой мужичок. Ну, мужичку тоже так, знаете, как, наверное, ему было, может быть, нет, 27, 28, ну, так вот, ну, максимум, наверное, 30, нет, потому что 30 не было. Ну, я знала, что этот мужичок, он женат, и у него жена молодая, и жена недавно родила ребенка. И, значит, этот мужичок сидит, и рядом с ним сидит Кассирша Тамара, Тамара, вот эта Тамара Сизова, которая сестра Рая Сизова, с которой мой муж перепели это. А я-то до этого ничего не знала, я еще не знала, я еще не знала, что это Тамара, что она эта сестра. И, короче, и, ну, я там наблюдаю, так за людьми-то наблюдаю, и я вижу, что этот мужичок с этой Тамарой сидят, и они там что-то вообще реально как-то флиртуют, вообще как-то обнимаются, чуть ли не целуются. Потом он притащил, ей вот такой букет еще огромный подарил, потом они там начали танцевать, там прям вообще лапы, ну, такие, ну, как бы обнимашки. И я этому первому мужу сижу, говорю, а что это такое, а что такое? Ну, он мне ничего такого особого не сказал, ну, типа, знаешь, типа, не наше дело вообще, что там и что. Ну, короче, этот мужичок, ну, корпоративчики, короче, две сестры, вот что, две сестры, конченые шлюшки просто, понимаете, вот это Тамара и Рая, просто. И мне, кстати, первый муж еще тогда рассказывал, что это Тамара, вот в этот промежуток, я просто тогда еще не связала это, что это Тамара, залетел от какого-то дядьки специально, типа, вот она беременная, типа, специально, и вот как бы ждет, что он на ней, ну, что-то там женится, или что. Я вот сейчас так думаю, может, это был вот этот вот паренек с работы, напарник первого мужа, ну, ладно, ладно. Потом, значит, корпоратив закончился, там на нервах весь, я говорю своему мужу, как бы, поедем домой, а он тебя как-то не очень хочет, и как-то он даже так выразился, что, типа, зря ты пришла, ну, типа, и вообще, как бы, все, типа, давай, вот давай, на этом все, как бы, все, мы на этом расстаемся, вот. Вот, и я так, вспомню, сижу еще, это был, знаете, этот у нас корпоратив у них был на Рокоссовского, такой кафе-комплимент, тут кто знает, там такие, как бы, как кабинетики, да, для таких, как караоке, и вот у них там было. Я вот, помню, сижу там вот на скамеечке, такси вызвали, ждем, и я ей говорю, ты знаешь, говорю, я понимаю, что мы с тобой совершенно разные люди, что все. Ну, потом, как бы, что было, потом, значит, еще неделю, ну, что-то мы там, я что-то еще как-то так жила, знаете, в таком уже потухшем состоянии, во полном отчаянии, я что-то написывала этой Райе, что, типа, отстанет моего мужа, ну, там, ля-ля-ля, потом, я помню, мы ехали с колледжем выступать, это было, по-моему, 20 какой, 21 декабря, к Дедовичу мы поехали, и все, все мое выступление, знаете, вот мы за кулисами там провели весь день, я сплакала, я сидела и плакала, я не знаю, наверное, вот мои, я помню, как бы, ну, все же в курсе были, да, там, ни один курс, не только наш, все в курсе, все знали, что мне муж изменил, потому что этого скрывать невозможно было, понимаете, коллектив, там ссоры, мы там и так-то все друг друга голые видим, постоянно переодеваемся, а то, что там муж кому-то изменил, это вообще-то, это первым делом все понятно сразу, да, ну, короче, сидела, плакала, потом, короче, звонила ему весь день, ну, свою мужу, а он специально отключил телефон, я так понимаю, он весь, у него был выходной, и он весь день провел, видимо, с этой рай, и в это вообще-то было так ужасно, помню, приехала, что-то там, и, и, короче, я ему говорю, знаешь, что, давай уже мне говорить, типа, что мы, все, разводимся, типа, все, он говорит, да, вот, разводимся, и я тут же беру трубку, звоню в турагенту Ани Боченковой, агентство «Отдых круглый год», а у меня была путевка взята на 8 января или 9, я не помню, вылет был в Египет, я говорю, Аня, так и так, мы с мужем разводимся, что мне делать с путевкой, она говорит, ищи человека, которого ты сможешь заменить, за три дня до вылета можно еще, ну, заменить, то есть у меня была общая сложность в три недели, чтобы найти напарницу, ну, или напарника, мне было вообще все равно часто, я и мужика была согласна, и я помню, тогда сразу выложила такой пост в ВКонтакте статус, что еще напарника в Египет, и там такой у меня был знакомый Андрей, он строитель, я так поняла, что он вообще псковский, но он в Питере работал, и он как бы, и я ему, видимо, как-то нравилась, хотя потом он меня, честно говоря, обсирал в интернете, я не знаю, почему обсирал, вот, вот, ну, там сложная история, этот Андрей, он в свое время с моей одноклассницей долго жил, одноклассница, это моя, тоже ненавидит меня, Аня такая, Негина, помню, была, вот, он с ней жил, короче, я не знаю, у них, видимо, общая ненависть ко мне, но у Андрея появилась ненависть, наверное, после того, как я ему отказала, там, он за мной пробовал ухвалствовать, я ему отказала, и он мне что-то вообще возненавидовал, мне такие страшные комментарии писал, ну, ладно, не суть, и он, значит, не пишет, типа, что я, он мне звонит, да, он мне позвонил, звонит уже в 12 ночи, говорит, извини, что так поздно, я просто увидела, что я готов с тобой поехать, я говорю, окей, у тебя загранпаспорт есть, он говорит, нет, он говорит, ну, я попытаюсь сделать, у меня есть знакомая, ну, короче, он что-то попытался, потом написал, что не получилось дать, чтобы сделать быстренько загранпаспорт, вот, ну, я потом поехала со своей знакомой, девочка Маша, она ходила к нам в школу танцев на стрип-дэнс, вот, и так получилось, что мы с ней отлично съездили, это еще не конец, это еще не конец, в общем, я тогда находилась в таком состоянии, в очень удрученном, ну, и помните там вот этот вот напарник моего мужа на корпоративе, который с сестрой Тамары, да, мутил, вот, короче, и я нашла в интернете, вконтакте, страничку его жены, и я, понимаете, я, конечно, понимаю, что это было не очень хорошо, но я была сама, видимо, в таком состоянии, мне хотелось, чтобы кому-то, кого-то тоже вывести на чистую воду, что ли, вот, ну, была я в таком нехорошем состоянии, да, вот, и я пишу, короче, жене и говорю так и так, ну, я не помню, что я написала, но я как-то так написала, я как-то так такой вопрос ей какой-то задала, что намекнуть, что ее муж, как бы, возможно, ходит налево, ну, я не знаю, я не знаю, я как, я не помню уже, как я написала, честно говоря, не помню, я написала, она не сразу прочла, не сразу ответила, но я за это время, пока она там еще не прочла, я одумалась, но тогда нельзя еще было удалить переписку, и я понимала, что она все так иначе это прочтет сообщение, но я уже поняла, что я не буду ничего ей говорить, ничего не буду рассказывать, вот, и она прочла сообщение, а я у нее, я ее, что у нее что-то просто спросила, спросила, что то ли это ваш муж, что, не знаю, короче, что-то спросила, она мне как-то так ответила, типа, да, типа, а что, я ей больше ничего не стала писать, ничего не стала писать, потому что, ну, решила, что зачем, ну, если человек живут, они там, ребенок маленький, ну, ладно, ну, фиг с ним, это Тамара, понятно, что она та шлюшка, как последняя, да, что она, скорее всего, уводить его из семьи не будет, и он, скорее всего, тоже не будет уходить от своей жены, ну, ладно, но по прошествии полгода, полугода, эта жена, вот, которую я писала, она мне сама написала и пишет, здравствуйте, говорит, скажите, вот вы мне писали полгода, а что, говорю, все-таки вы мне хотели сказать, вот, все-таки по поводу моего мужа, что-то, может быть, вот это, что-то, ну, вот, я поняла, что она, у нее есть подозрения какие-то, да, там, еще что-то, и я говорю, извините, я ошиблась, я ошиблась, вот, я решила ничего не писать, вот, и на этом, как бы, история закончилась, и вот, как вы считаете, вообще, ну, стоит ли жене знать, что ее муж изменяет ей, вот, как вы считаете, да, и как вы относитесь вот к таким бабам, вот таким вот, я говорю, я, знаете, вот, это, наверное, единственное было в моей жизни, вот такой случай, я столкнулась вот с такими бабами, вот, реально шлюшками, вот, две сестры и две сестры шлюшки, вот, им не интересно мужика найти свободного, нет, им не интересно найти женатого мужика, так, там еще интересная история-то была, как вы думаете, значит, Новый год, а я, короче, когда с этим рассталась, да, я там уже сразу со своим вторым мужем познакомилась, я, короче, я такая баба, я одна долго не буду, на меня мужики, у меня просто аура такая, я вам говорю, у меня такая аура, что я притягиваю мужиков, то есть, я такая баба, я знаю, что я одна никогда не буду, потому что мужиков я притягиваю какой-то своей энергетикой, я знаю, что она у меня есть, ну, ладно, несу, я уже тогда со своим, ну, вторым мужем так чисто познакомились, мы только так, это вообще была фантастика, да, а после Нового года, буквально там через несколько дней, прибежал первый мой муж и сказал, что, ты знаешь, а я тебя люблю, а давай все вернем, а давай возвращайся, а так и так, а я говорю, не, не, слушай, я не хочу, мне это не надо, зачем мне, я, у меня же, когда я была с ним, у меня самозадка была низкая, он мне же еще говорил, что ты никого не найдешь, ты найдешь себе какого-нибудь лкаша, представляете, вот так сказать, вот это мужики, которые вот так говорят, ребятки, мужики, я вообще не знаю, что у вас голова, когда вы женщинам говорите, что, да, особенно, знаете, когда еще, вот ты с ребенком никому не нужна, а, успокойтесь, 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 мужики разные бывают, мужиков много, да, и никогда не говорите так женщинам, никогда не говорите, что она никого не найдет, найдет, получше вас найдет. Короче, прибежал ко мне, говорит, возвращайся, это было, по-моему, 3 января что-то, я к нему вышла, там, в подъезде вышла, я говорю, нет, говорю, извини, говорю, ты знаешь, мы с тобой как бы равны, вообще абсолютно спокойно, потому что у меня уже все, то есть у меня вот это вот, когда я с ним пыталась еще восстановить отношения, это было не по любви какой-то там, не какая-то, а это был просто невроз, то есть, знаете, просто нежелание менять что-то в своей жизни, вот, знаете, живешь ты в каком-то говнище, и стабильно, стабильно, но в говнище, и тебя все устраивает, а если появляется шанс что-то изменить, ты им не пользуешься, даже если тебе скажут, попробуй, там, вероятность, там, я не знаю, 70%, что будет все круче, что сейчас есть, большая часть людей нифига менять не будут, это я вам точно скажу. Большая часть, ну, предпочитает стабильность, говнистую, ну, стабильность, вот, ну, я-то уже посмотрела, что на меня-то спрос есть, есть на меня спрос, молодая, детей нет, красивая, вот, все, все, нафиг ты мне такой нужен-то, нафиг ты мне нужен, нет, вот, но мне потом, кстати, вот, были знакомые такие, которые говорили, а я думала там, что ты к своему мужу-то вернешься, вернешься, нет, нет, никогда, да, я, я человек с принципами, нет, если ты меня один раз, ну, так подвел, если ты меня один раз предал, нет, нет, понимаете, вот, как я считаю, а измена измены, это один момент, физическая измена, это ничего не значит, но когда тебе твой муж говорит, что я тебя не люблю, а какая-то шлюшка рая, сизая, вот она красивее тебя, и я ее люблю, потому что там у нас не перепихончик был там, какой-то случайный, вот это страшно, вот это предательство, понимаете, потому что я вам рассказываю случай про стоматолога, который испортил мне зото, который меня домогался, да, когда мы тоже вышли там на эту, на его жену там, ну, там тоже там страсти еще те были, там не со мной было связано это все, ну, ладно, со мной-то у меня ничего не было, а потом было с другими, и он при жене сказал, он сказал, это, говорит, пришли какие-то шлюшки, я тебя люблю, вот это нормально, вот это нормальная реакция мужика, который ходит налево, да, он ходит налево, потому что, ну, у него там у самого неврозик, у него самооценка так нужна, у него низкая самооценка, да, ему просто для этого, для того, чтобы у него, как бы, ну, либидо не тухло, чтобы он себя мужиком чувствовал, не нужно налево ходить, дело не в жене, дело не в жене, вот все говорят, дело в жене, и что-то не хватает, Если что-то тебе не хватает Рот открой и скажи своей жене Мне не хватает А тут дело не в том, что не хватает Просто у человека, у мужика невроз Низкая самооценка Ему необходимо ходить налево Ему необходимо чувствовать себя королем А по-другому он королем себя чувствовать не может Вот и все Но это какие-то психотравмы Возможно, как что-то по материнской линии Но я говорю еще раз Он себя в тот момент повел, конечно, правильно Сказав жене, что я тебя люблю А это вообще непонятно, кто пришел Мужики, я вам даю совет Никогда, никогда своим женам Если вы нормально жен своих уважаете Хотя бы чуть-чуть И хотите с ними отношения сохранить Никогда им не признавайтесь Что вы там налево И там что-то там Никогда Поняли, да? Ну, а вы пишите комментарии Что вы об этом во всем думаете Вот Мои истории интересные Вот эти сережечки Вот они, золото И фианиты Такие красивые Наверное, 3,5 или 4 грамма золота тут Так вот Ну, вот они, эти сережечки Но я считаю, что мне очень они идут Потому что темненько Все эти фианитики блестят Красотень Ну, все Маникюр-то я сделала Как всегда красненький Красненький люблю Короткие ногти Никогда не люблю длинные ногти Я считаю, что это пошло выглядит Не, ну, у кого как бы Если свои, то нормально А если свои не растут То нарощенные Очень пошло выглядит Вот И сейчас намажу ручки Вот этим кремом Бодишоп Кокосик Сейчас в Питер поеду Надо еще купить Потому что заканчиваются А потом уже не знаешь Когда в Питер пустят или нет Понимаете? А крем очень хороший Я им помню Даже при беременности Мазала живот Чтоб растяжек не было Вот Это фантастический крем Вот этот вот У них в Бодишопе Кокосик Супер И запах просто классный Дорогой, сразу Дорогой Вот эта банка Маленькая Она 1200 рублей стоит Что ли Представляете? 200 миллилитров Раньше-то когда Я помню ее покупала Я первый раз купила этот крем Когда еще, по-моему, с первым мужем мы Да 13-й год, наверное Тогда он стоил То ли 700 рублей То ли 600 даже Вот что-то, крючь Как-то вот это Такие цены были Представляете? Вот вам Инфляция какая Ставьте лайки Ставьте лайки Зайки